Привет, друзья! В этом ролике я расскажу вам, зачем нужен фотодиод в таком датчике движения, включающем вот такой прожектор в темное время суток. И экспериментально покажу его срабатывание в темное время и в светлое время. При этом не будем дожидаться ночи, а сделаем ночь искусственно. Итак, это у нас PIR-датчик. Это пассивный инфракрасный датчик движения, который срабатывает и выдает логическую единицу в тот момент, когда мимо него кто-то пробегает, движется, шевелится, теплый, живой. В этом датчике уже вмонтированы все микросхемы, поэтому его обвес минимальный. Этот обвес состоит всего лишь из одного транзистора. Тут парочка электролитических конденсаторов для блока питания. Питается он от сети 220 вольт, но при этом питание самого датчика всего лишь 9-10 вольт. Конденсаторы на 16 вольт. Далее этот датчик включает с помощью вот этого семистора вот такую нагрузку. Про нагрузку рассказывать не буду. Это поломанный прожектор. Мы же рассуждаем о том, зачем этому датчику движения рядышком приделывают вот такой вот фотодиод. Фотодиод нужен для того, чтобы этот датчик движения включал прожектор только в темное время суток, а не когда у нас день. То есть зачем нам при движении днем включение прожектора? Это никак нам не пригодится. Поэтому вот этот фотодиод, он как раз и улавливает общую освещенность и либо разрешает этому датчику срабатывать, либо запрещает. Посмотрите, как это будет происходить. Сейчас я включу эту систему в розетку. Светодиодики моргнули. И прожектор выключен, потому что сейчас у меня светло. И я могу махать рукой возле этого датчика сколько угодно. Но посмотрите, что будет, если мы черным колпачком закроем фотодиод и изобразим ночь. Теперь, если я махну рукой, видно, что прожектор загорелся. Так вот, давайте камеру подниму. Все, вот эти вот светодиодики, части оставшихся не выгоревших, они горят. Чтобы их выключить, конечно, можно выключить прожектор из розетки, но можно подождать. Тут настроено определенное время ожидания. Точно время я не скажу, не знаю, когда он не сработает. И поэтому, благодаря вот такому вот фотодиоду, данный датчик срабатывает только в темноте и не срабатывает днем. Удачная конструкция, все хорошо, если бы только не вот эти вот злополучные чипы, которые позволили сгореть этим светодиодом. Хотя чипы как раз и были предназначены для того, чтобы эти светодиоды не сгорели. Давайте еще раз посмотрим, как срабатывает данная система ночью. Я накрыл, сделал ночь, помахал рукой и прожектор включился. Теперь вы точно знаете, для чего вот этот вот небольшой светодиодик рядом с пир-датчиком. На этом все. Пока. До следующих встреч.